Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Зураб. И недавно, пересматривая видео на нашем канале, я, знаете, что понял, что мы совершили одну просто непростительную, ужасную ошибку. У нас нет ни одного рецепта с свиными ребрышками, запеченными в духовке. Знаю, вот эта вкуснятина, которой ты сидишь, вот эти обгладываешь, вот эти косточки. Я очень люблю косточки обгладывать, моя слабость. Ну, имею эту ошибку, сейчас с вами будем исправлять. Покажу один из самых простых, но в то же время один из самых вкусных рецептов. Но это лично по моему вкусу, а вы потом оцените. У меня тут 2 килограмма свиных ребрышек, которые нам пока нужно замариновать. Минимум 3 часа, а если на ночь оставите, еще лучше. Готовим вкуснейший маринад. Берем 2 столовые ложки аджики. Сейчас знаю, вопрос будет, Зураб, какая аджика. Любая аджика, которая у вас есть, поверьте, любая аджика подходит. Немножко меняется вкус, оттенки вкуса, но аджика подходит любая. Берем 2 столовые ложки аджики. Берем 100 миллилитров соевого соуса. Добавляем к аджике. Тщательно перемешиваем. Друзья, получится такая довольно густоватая соево-соуса аджичная смесь. Аджика очень вкусный, пряный аромат придает ребрышкам, а соевый соус, соленость, проникает глубоко в мясо. И мясо такой, знаете, насыщенный вкус имеет. Вообще этот маринад, ребята, для ребрышек, вот вы сейчас попробуйте, вы поймете, о чем я. Будете, как обычно, писать, жирам, спасибо, что подсказал. Прекрасно, давайте подготовим ребрышки. Берем ребрышки, очищаем их от лишнего жира. Кстати, мне интересно, тут пленка очищена уже? Нет, пленка не очищена, пленку очистить тоже надо. Вот так ножом скребете, нажимаете посильнее, пленочка начинает отходить, потом уже поддеваете пальцем и снимаете. Эта пленка, друзья мои, она не нужна, потому что она мешает и мясу хорошенько промариноваться, так как не пропускает почти никак ничего, никаких ароматов. Если оставить, во время готовки тоже, она начинает закручиваться, деформироваться, визуально тоже блюдо портить. Вот так, сняли эту пленочку, лишний жир. Это, кстати, совсем не обязательно, друзья мои, поверьте, ничего плохого от этого жира не будет, ребрышки будут только сочнее. Соус и аджика вот этот жир тоже сделают достаточно вкусными. Ну все, в целом это уже готово. Окунаем в маринад. Маринад достаточно густой, очень хорошо обволакивает ребрышки и этого более чем достаточно. Вот такая красота, ребят, получается. Отправляем сюда. Сделаем то же самое и с остальными ребрышками. Вот этого количества маринада, что я вам показал в описании к видео, в закрепленном комментарии, вся граммовка будет, хватает ровно на два килограмма ребрышек. Знаете, рассчитано вот так, прямо капля в каплю, ничего лишнего не остается. Друзья мои, накрываем крышечкой и убираем в холодильник минимум на три часа, но если на всю ночь, вообще будет песня. Друзья мои, всем привет, еще раз. Просто долгое время прошло, я по привычке с вами здороваюсь уже. Назамариновалась у нас свинина, точнее ребрышки свиные. О, какой аджик. Вот когда дело касается мяса, аджика это number one в мире, ну вот честно. Что я только не пробовал, но вот такого аромата и вкуса, как аджика, мясу ничего не может придать, что-то мне выдумывать. Ух. Ладно, смотрите, что нам сейчас нужно делать. Ребрышки заворачиваем в фольгу, отправляем в разогретую духовку. Да, в разогретую духовку. На 180 градусов примерно 25 минут. Можно чуть больше, но смотрите, один момент какой. Я не люблю, когда ребрышки получаются очень-очень мягкие. Знаете, когда мясо с костей сваливается, я немножко не понимаю вот это, вот этот момент. Знаете, вот я же вам уже говорю, что люблю вгрызаться. Вот ты берешь вот эти, да, ребрышки одно и мясо как-то ты ешь, как вот в тебе хищник просыпается. Вот это вот, а вот это когда ребрышка берешь и мясо там как тушенка, которая на волокна разваливается. Я вот честно, это лично опять-таки мое мнение, никого задеть не хочу. Все совпадения случайны, но я люблю, в общем вы поняли, чтоб мясо было чуть плотненьким. Берем мясо, выкладываем на фольгу. Если тут чуть-чуть маринад есть, смотрите, почти весь маринад, друзья, впитался, но вот чуть-чуть есть, его наливаем сюда, отрезаем фольгу. Знаете, как заворачиваем, стригаем чуть-чуть мясо на край, на краюшек, вот так, здесь сгибаем, здесь сгибаем. И такой знаете, своеобразный конвертик получается. Берем зубочистку, сделаем тут несколько дырочек и подобным образом закручиваем все наши ребрышки. Отправляем в духовку в 180 градусов 20-25 минут. Духовка должна быть уже разогретой и отсчитываем вот с этого момента, с разогретой духовки. Если у вас духовка не разогрета, минут 30 понадобится точно. Друзья мои, а сейчас приготовим вкусненькую глазу для наших ребрышек. Берем мегрельский соус, без паники, если у вас мегрельского соуса нету, вот здесь есть рецепт, но если его все равно у вас пока нету, то берем обычный острый чили-соус. Какой-нибудь остренький чили-соус найдите. И не обязательно именно чили, чтобы было написано, просто острый соус какой-нибудь. Добавляем столовую ложку меда. Такая, знаете, глазурь получается кисло-сладко-острая. Вообще обалденная вещь. И чуть-чуть совсем немного уксуса. У меня уксус, как вы видите, винный, можно яблочный, можно столовый. Ребят, не заморачивайтесь. Поверьте, в этом рецепте очень трудно что-то испортить. Буквально столовую ложку, чтобы было не слишком кисло. И все это хорошенько тщательно перемешиваем. Прекрасно. Пробуем. Супер. Острота, легкая-легкая кислинка, сладость. То, что нужно. Соус готов. Ждем ребришки. Дорогие, прошло у нас 25 минут. Достаем наши ребришки. Друзья, если вы сейчас чувствовали, какой тут запах, вы бы вломились ко мне. Знаешь, снесли бы дверь. Подписчики у дверей. Раз. Да. Ко мне. Сурав, это у тебя? Да, это у меня. Сумасшедший запах. Ладно. Сейчас скрываем фольгу. Открываем, чтобы они слегка, чуть-чуть совсем подостились, чтобы их можно было трогать. Нужно их сейчас нарезать на кусочки и отправить сюда, в нашу глазурь. По этому рецепту, который я вам показал, можно запекать свинину именно большим куском. Знаете, какая вкуснятина получается? Но это мы еще запишем с вами. Сейчас ребришки покажу. Можно вот так же этим маринадом помазать свиной рулет, потом просто накрутить и отправить в духовку. Вот ничего не надо. О, с вашей позволения, отправил последнюю. Я хочу просто попробовать. Я же, помните, я же часто говорю, что на каждом этапе надо пробовать приготовление. Это что, вы себе представить не можете. Друзья, смотрите, один важный момент. Тут у нас сейчас своеобразные тарелочки из фольги и тут посмотрите, очень много жира в специях. Это невероятная вкуснятина. На этом можно лук жарить, на этом можно картошку пожарить. Вы обалдете, как вкусно на этом жареная картошка. Поэтому прошу вас, молю на коленях, не выкидывайте, не выливайте. Возьмите какую-нибудь тарелочку. Это знаете, такой своеобразный бульон уже с аджикой, с соевым соусом. На вкус просто что-то с чем-то. Перемешиваем хорошенько наши ребришки, чтоб глазурь досталась всем. Берем пергамент, накрываем противень, а сверху сеточку. Можно без пергамента обойтись, друзья мои. Если вам не лень, потом вот этот присохший жир, знаете, с противня очищать. Но если вам лень или вы цените свою любимую женщину так же, как ее ценю, я вам советую накрыть пергаментом. Выкладываем наши ребришки. Сейчас они со всех сторон подсохнут. Станут такие, знаете, золотистые, красивые. Вообще, не передать словами, что это будет. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов, но я ее и не выключал в целом. Ну, и следим. У меня, друзья мои, для того, чтобы они подрумянились, подсохли, уйдет минут 10, максимум 15. Это от силы. Но вы следите по своей духовке. У кого-то духовка это за минут пять так подпалит, что потом кушать будет невозможно. У кого-то духовка еле фуричит. Знаете, по полчаса разогревается даже. Поэтому следим. Как только они станут золотистые, румяные, аппетитные, и у вас слюна уже, знаете, вы слюной начинаете захлебиваться, уже пора вытаскивать как бы. Если у вас режим конвекции работает, вообще супер, включайте вентилятор. Еще лучше подсохнет и подрумянится. Убираем на тарелочку. Нет. Последний должен отправляться в совсем другое место. Друзья, глазурь почти не стекла с ребрышек. Если вы сюда посмотрите, глазурь, знаете, она сразу застывает. Такой плотный, блестящий карамельный слой вокруг ребрышек. Пробуем. Что скажу, мясо просто обалденно вкусное. Это не перед отслам, это надо попробовать. Самое мясо пропитанное специями, пряное. Сверху острокисло-сладкий слой, который просто, знаете, украшает это все. При этом мясо довольно плотненькое. Оно очень мягкое, оно жуется, смотрите. Но при этом это не тушенка, которая разваливается. Сразу с костей спадает, я это терпеть не могу в ребрах просто. Пробуйте, готовьте и вспоминайте Зураба добрым словом. А мы с вами не прощаемся, потому что скоро увидимся. Берегите себя и хорошего вам времени суток, чтобы у вас там не было. Всем спасибо. Пока-пока.